Добрый день, друзья! Сегодня у нас замечательный, темный, дождливый, ноябрьский день, но тем не менее, большой праздник, потому что сегодня снова в гостях наш любимый автор, я имею в виду нашей программы, Александр Городницкий. Саша, добрый тебе творческий день! Я рад тебя видеть в добром здравии. В добром здравии. Всем нашим зрителям и соскосельским землякам. Да, да, да. Всего самого доброго. Вот замечательный феномен, Саша, твой вот сейчас я шел, подумал, понимаешь, мы здесь сидим, ну, в Питер сейчас осень, все киснут, какая-то, знаешь, погода, новый губернатор, что будет, никто не знает. Новый губернатор, это хорошо. Да, это хорошо, но все равно какие-то старые вот эти ощущения, старые проблемы. И за нас, я понял, один за всех, за Петербург, может, за Россию, как-то ездит по миру Александр Городницкий. Ну, нет, 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 не надо привлечивать. Как представитель. Ездят сейчас многие. Да, ну, ездят, знаешь, к Пальмам и... К Бабабам и к женам французских послов. Да, а ты оказался сейчас, я знаю, в путешествии очень большом, ты был в Новой Зеландии, не больше, не меньше, и не просто так, а вообще снимали кино, так я понимаю, да? Ну, на самом деле, нет, мы уже не пытались, дело в том, что фильм этот уже снят, и там есть серия, даже две серии про Новую Зеландию, и, значит, приезжала туда там и с научной частью, и с литературной частью, просто там были литературные вечера, где, кстати, этот фильм показывали. И главная героиня этого фильма, Джуди Холловой, приезжала там тоже на показ этого фильма. Но, чтобы было ясно, речь идет о том, что пару лет назад мы, значит, в соавторстве с Натальей Каспировичей и с группой других товарищей сделали огромный сериал фильмов. Три-четыре фильма по двадцать шесть минут каждый, диризионный формат, посвященный, значит, как бы моей биографии, с одной стороны, называется «Атланты держат небо». Но, на самом деле, это рассказы об эпохе, о товарищах, о людях, с которыми довелось жить, там, довоянный Ленинград, и война, и блокада, и наша школа в Новой Голландии. — По сути, весь двадцатый век. — Весь двадцатый век. — И немножко даже двадцать первый. И снимался он также в Австралии, Новой Зеландии, Европе, Америке, Канаде и все. И, кстати, вот сейчас, уже после этого фильма, в издательстве «Экспо» вышли две книги, фактически два тома одной книги. Это вот «Атланты держат небо», первая вот книга, да, и вторая книга о геркулесовых столбах, по названию «Песня». Вот как раз сегодня презентация этих книг состоится в концертном зале Санкт-Петербурга у Финляндского вокзала. — Значит, кто-то может успеть купить билет. — Нет, там нет билетов, не в этом дело. — Пробиться, не знаю. — Пробиться может. — Через блат. — И поэтому, значит, у нас как бы сегодня презентация вот этой новой книги. Но хочу сказать, что все равно, понимаете, когда думаешь о перемещениях в пространстве и во времени, а я уже человек, я бы сказал, старшего школьного возраста, то всегда думаешь о возвращении обратно. И вот это возвращение обратно, у меня есть была старая песня, посвященная Царскому селу, она так называется «Давай поедем в Царское село», и там есть такой куплет, кричат грачи веселые вокруг, и станет неожиданно понятно, что кончился недолго жизненный круг, и время поворачивать обратно. Вот это обратно, увидели, да, зеркальное стекло, и небо над львями цвета меди, «Давай поедем в Царское село», «Давай поедем». Так что для меня точка отсчета, для меня точка отсчета, это, конечно, Царское село, потому что я повязан там всей своей жизнью Царским селом. Я бы сказал, это моя третья родина, что значит третья? Все это Ленинград. Первая — это Васильевский остров, где на наших глазах сгорел мой дом в 1942 году, блокаду. Вторая — это Новая Голландия, где моя прошла детство и юность. И третья, конечно, Царское село, и это не только мое прошлое, надеюсь, и мое будущее, потому что там похоронены у меня отец и мама, и спасибо музею Царского села эту могилу взяли под охрану как литературное захоронение. Там написано родителей известного поэта Александра Городницкого. Поэтому я теперь уже имею некие обязательства, имею какое-то место, рано или поздно, туда же и вернуться. Ну, пока об этом говорить рано. Дай Бог тебе, Саша, здоровья и новых путешествий. Я хочу сказать, что там вообще такой пантеон, да, там же Иннокентий Анинский. Там Анинский, там Ольга Форж, там Ланские, там вообще целая, целая, так сказать, большая литературная группа, так что, можно сказать, компания не полная. Саша, у тебя еще есть четвертая родина, Атлантида. Это, извините, не родина. Это прародина. Это прародина наша, может быть, наша общая, но это миф, сказка. Можно ли верить в сказки? Я, например, верю. У меня на старости лет, видимо, крыша стала уже колебаться, поэтому я больше верю в мифы, в сказки. И даже пытаюсь, как, значит, научный работник, а я в свободное от песеннического времени все-таки профессор геофизики, обосновать реальность существования Атлантиды и многие другие вещи. Ну, это, по-моему, замечательно, потому что, на самом деле, ну, как сказки говорят, еще есть такое-то число, архетипы. Это то наше сознание, наверное, коллективное, которое когда-то из какого мы вышли. Чем сложнее становится действительность, от которой иногда становится тошно, чем больше хочется, так сказать, переместиться в какой-то другой мир, в сказках. Потому что в сказках есть очень хорошее правило. Там всегда хэппи-энд, да? Там всегда все, значит, кончается либо свадьбой, либо тем, что злые люди наказаны, а добрый там Иван Царевич побеждает, или что-то в этом роде. В жизни с этим, к сожалению, гораздо сложнее. Саша, ну, тем не менее, ты в своем творчестве, мне кажется, остаешься таким, я бы сказал, тебя назвал бы трагическим оптимистом. Есть такое понятие. Ну, это я вот сейчас тебе награждаю таким термином. Да-да, спасибо. Это очень тяжелый, наверное, момент в жизни человека, когда вдруг рушатся рядом с тобой бывшие, так сказать, близкие люди. Я человек, и моего возраста это вообще, я уже весь почти в минувшем веке, понимаешь? Вот когда мы снимали этот фильм, у меня был такой вот стишок. Клубица, отражение дробя, в весенней мойке, облачная вата. Снимаю фильм про самого себя. Смешно, конечно, но и грустновато. Припоминаю прежнее житье, Васильевский и Линия Седьмая. Гремит оркестр в медное литье, обозначая праздник Первого Мая. Поют гудки в невидимом порту, судя судам счастливую дорогу. И вкус лимонной корочки во рту слабеет, Исчезая понемногу том блокада, орудийный гром и дистрофии черная зараза. Мой старый дом сгорел в сорок втором. Я с той поры здесь не бывал ни разу. Я прожил жизнь вдали от этих мест. О прошлом забывая постепенно. Зачем вхожу я в старенький подъезд, Ступая на забытые ступени. Зачем смотрю в знакомое окно В чужом дому, смущенный и неловкий. Соседи переехали давно. Кто на Смоленке, кто на Пискаревке. Шумят бомжи за окнами в саду. Входная дверь клеенкаю обита. Я ничего теперь здесь не найду Из детского утраченного быта. Не наводи, приятель, объектив. Не надрывай мне душу, канонада. Вторично в реку времени войти я не могу. Да, это и не надо. Вот видишь, такой действительно здесь и драматизм, но в то же время мы входим в реку времени, потому что вот фильмы... Ты сейчас действительно вот помимо, знаешь, вот это поражает твоя, знаешь, такой человек ренессанса, да? Ты действительно наукой занимаешься, как ты видишь, Атлантидой. И книжки выходят, слава богу, и новые книги стихов. Не только просто книги, там, перед здания, между прочим. Да, кстати, вот труднее могу не сказать для наших зрителей и слушателей, что если бы не сидящий рядом он замечательный человек многочисленных талантов, но для меня он как, я не знаю, как издатель, там, и так далее, кто-то еще, он прежде всего интересен как издатель, потому что если бы не Николай, меня вообще никто бы не знал на свете, потому что Николай выпустил у меня, как у Моисея, пяти книжек. Пяти книжек, да. Пяти книжек вышел. И, кстати, сказать, я вот не могу не похвастаться, что сейчас мы с ним вместе готовим рукопись новой книжки, шестой книжки, а там принцип такой, только новые ски, которые нигде не печатаются. Да, 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 это замечательно. И для меня большая честь издаваться из «Заеста Петрополь», и эта новая книга, я надеюсь, будет называться «Корабли у пирса». Вот мы вместе с моим бессменным помощником Натальей Константиновной Акуратовой эту книгу сейчас практически уже почти подготовили. Я очень надеюсь, что в будущей весне, во всяком случае, эту книжку мы вместе с Колей изгодим. Ну и сделаем презентацию на канале. Ну и сделаем презентацию на канале. Где еще? Здесь, на Царскосельской встрече. И вообще в Петербурге. А где же еще, да? И в Царском селе, может быть. Спасибо. Саша, ну вот ты сейчас упомянул Наталью Акуратову, Наталью Каспирович. Вот как тебе удается притягивать таких талантливых женщин, которые, знаешь, ну, настолько тебе преданы, я имею в виду творчески, прежде всего. Значит, когда ты вдруг забываешь стихи во время концерта, тебе из зала я слышу, значит, подают реплики стихов. Там Наталья Акуратова и Наташа Каспирович снимают вот эти фильмы. Как тебе удается найти вот таких людей? Подают реплики Наташа Акуратова. А вот что касается... Женщины, я бы прежде всего скажу. Ну, есть и другие, кто подают реплики. Вот. Но, в принципе, я считаю, это большое счастье, потому что при том объеме работы и, так сказать, всяких идей, которые все-таки, несмотря на возраст, у меня еще есть, мне одному никак бы было не справиться. И женщины есть, несмотря на возраст, Саша, вокруг тебя. Ну, это, кстати, другая проблема. В общем, как пишет мой друг Губерман, пока еще доволен я собой и старю себя красиво, слава Богу, и девушки кидаются гурьбой перевезти меня через дорогу. Вот это скорее. Вот меня надо перевезти через дорогу, и поэтому я всегда очень ценю возможность работы с женщинами. Потому что женщины, в отличие от мужчин, они гораздо более преданы, они гораздо более работоспособны, они нехвастривы, в общем, и менее болтливы, что самое интересное. Как же сказать, парадоксом, как же так? Выходит так. Я вообще считаю, что настоящим друзьям могут быть только женщины. Может быть, я, так сказать, войду в противоречие с широким кругом мужчин, но, к сожалению, у меня по жизни так все нравится. Ну, знаешь, в начале века, в 19-м, там были друзья-мужчины. Вот мне недавно Будрайтис рассказывал, но я просто об этом не знал, как Вяземский из Москвы, значит, он захотел поговорить с Жуковским. Петр Андреевич? Да. И садился в сани, ехал, значит, в Питер. Ну, ничего, нет. Чтобы поговорить просто. Ну, это правильно. Он тратил ночь, знаешь, на морозную ночь, там, вшу. Это говорит только о том, Коля, что и тогда были большие проблемы в России с собеседниками. И сейчас они остались. Потому что самое чудовищное, что собеседников почти нет. Когда Данил Александрович Гранин, который очень люблю и уважаю, вот как-то пригласил меня к себе, мы с ним стали о чем-то говорить, я говорю, Данил Александрович, вы что? Он говорит, понимаешь, Саша, вот поговорить-то почти не с кем, никого не осталось. Я вдруг его понял. Потому что, на самом деле, мое поколение практически ушло. У новых поколений свои, так сказать, какие-то заморочки. И вот то, что Петр Андреевич Вячеславович садился в сани и ехал, я вполне понимаю. Тогда с этим тоже были проблемы. Интернета еще не было. Да, но вот, видишь, было кому ехать. Вот, да, у Раина тоже, Евгения, замечательность. Ед в эту полночь, поболтать и выпить не с кем. Да, на представлении в этом. И посюда по делам, да. Да, да. Саша, вот скажем, ну, вот продолжение этой темы, кстати, хочу тебе такой вот, ну что ли, картинку маленькую показать. Вот ты говоришь, ведь когда существовала среда и когда существовала среда не только собеседников, но и среда людей, не знаю, там были журналисты, да, определенные, значит, там, режиссеры. Вот я сейчас был в институте, в неком институте, частном, не буду его называть, где журналистов готовят новых, значит, режиссеров телевидения, режиссеров документального кино. Вот в том числе, и менеджеры какие-то. Сидел человек 40. Я начал рассказывать о Бродском, я стал показывать свой новый фильм, я называл «Дом Мурузи», я вдруг слышал такая, знаешь, вот полная, это в Петербурге, полная тишина, никто не знает «Дом Мурузи», а Бродского почти им не интересно о Бродском. Дальше начинаю забрасывать. Параджанов, полный ноль, Сергей Курехин, казалось бы, да, кумир, да, да. Вдруг там два человечка мне сказали, что, ну вот, слышали, есть некий фестиваль. А говорю, а музыку кто-нибудь слышал? Ни один человек. Слушай, у меня... И так далее. Почему? Это люди, которые сейчас будут вот... Ну, что делать? У меня есть близкий приятель такой, Володя Лукин, Владимир Петрович, который представитель комитета по защите права человека. Да, да, да. Уполномоченный по праву человека. Да, да, мы с ним много лет дружим. Я как-то ему за рюмкой посетовал, что, представляешь, Болодежь пошла. Они Пушкина не помнят. Он добил рюмку со Саней. Саня говорит, какого Пушкина? Они Алену Айпину забыли. Понятно. Понятно, я помню. Это замечательная ошибка. Ну, что делать? Это замечательная ошибка, да. К сожалению, да. Дело в том, что это компьютеризация всей страны и вот эта дешевая информация, поток, который абсолютно разновелик по своему художественному уровню, моральному уровню и так далее, он затапливает все. И перед этим потоком, конечно, очень трудно устоять. И настоящая литература, настоящие традиции российской литературы, не говоря уже о культурных и моральных традициях, они, конечно, трещат пошла. Саш, ну, тем не менее, были ли события, может быть, за последний год, что тебе показалось интересным в литературе, может быть, в театре, в кино, что-то, что-то... Не, ну, было масса всяких интересных событий. Показалось любопытным. И любопытных. Меня очень зацепил, я могу сказать, что он мне понравился. Фильм Кудрявца, очень талантливый фильм. Елена, по-моему, называется. Это ты не видел? Звягинцев. Звягинцев, парановоз. Видишь, у меня уже тоже несколько статистических. Звягинцев. Фильм без положительного героя. Фильм о нашем поколении, о мещанах, которые, так сказать, живут вот вокруг нас, и, может быть, и мы. Ну, такая какая-то безнадюга. И страшная безнадюга. И страшный совершенно фильм. Я два дня там не мог ни жить, ни есть, ни спать из-за этого фильма. Есть какие-то... Понимаешь, дело в том, что, к сожалению, размываются какие-то вещи. Размываются, я не знаю, вот после появления постмодернизма, который там разломал, растопил все, и сейчас следом... Черт, я уже пожилой человек. Мне вот это все вызывает большую тревогу. Так же, как появление, скажем, в музыке, особенно в авторской... В песне, не в авторской песне, а именно в песенном жанре, появление таких вот жутких вещей, как русский криминальный шансон. То есть, понимаешь, это все, это размывание всего, это полное, так сказать, опошление и уничтожение каких-то положительных критериев. Понимаешь? Того кодекса христианского, который потом был назван кодексом строительного коммунизма, фактически, одну к другу и перекачали, но все-таки хоть что-то было, а сейчас же вообще как бы ничего нету. Ничего нету. Мы можем что-то в этой ситуации делать? Или все-таки каждый должен, знаешь, как говорил Вольтер, выращивать свой сад, да? Да нет, какой сад? Ну, как ты выращиваешь свой сад? У тебя замечательные фильмы, кстати, один из фильмов, вот еще хочу упомянуть, еще раз напомнить, у нас, кстати, здесь когда-то была премьера этого фильма «В поиск видящего». Да, ну тот фильм, трагический фильм. Ну, замечательный. Ну, да, мы живем, так сказать, да. Там, правда, немножко о другом идет речь, о том, что язык уничтожается, когда уничтожается народ, и наоборот, народ не может жить без языка. Вот, это общая такая человеческая проблема. Но, тем не менее, все-таки, понимаете, надежда умирает последней, и пока существует все-таки царское село, прежде всего, да, и не только его архитектура, но и замечательные люди там живущие, и те тени, которые там, так сказать, как бы существуют и вроде, пока существует русская литература, пока существует мы с тобой, слава богу, да, для того, чтобы мы могли бороться дальше за все эти вещи, которые нас включили с детства, не все еще потеряно. Не все еще потеряно. — А ты себя не чувствуешь таким, ну, знаешь, условно, с последним измагианом? Человеком достаточно одиноким. — Я не чувствую себя одиноким. — Абсолютно не. — Да нет же, Коля, дорогой, у меня сейчас... — Ушел Самойл, Северский. — Да. Но у меня через два часа, значит, вот я выхожу на сцену консультального зала, ну, дело даже не в том, что он садится, но я совершенно уверен, что будут записки, что будет разговор, что нас много, что есть и новое поколение, что люди не могут жить только тем, что конвертируется на валюту. Тем больше с этим тоже проблемы, да? Есть система ценностей, которая на валюту не конвертируется, и слава богу, в самом самом духовном городе, который чуть не островом стал в нашей стране, Петербург. — Саш, ну вот хочу тебе сказать, при всем при том, вот чтобы так, знаешь, как говорится, правда, не будем разговаривать манную кашу по чистому столу, как в Бабеле, только два человека, в общем-то, в городе, ну, может быть, это ты и Митяев, он другой зал собирает, вот собирают такой полный зал, да? А остальные барды, вот которые приезжают в Питер, так сказать, и так далее, так, к примеру, уже никаких залов больших вот таких не собирают. — Так где эти барды? — Ну, это вопрос другой, там есть грушинский фестиваль. — И потом залы, зал — это не критерий, понимаешь? — Значит, народу нет интереса вот к собеседнику, понимаешь, с эстрады, со сцены, вот ты говоришь, записки, разговоры. — Ну, понимаешь, с авторской песней, ну, что барды, барды? Ну, авторская песня стала уже эскусством ретро. Барды ушли. Какие барды? Да, пальцем на одной руке хватит, чтобы... А то, что сейчас называется авторской песней, это немножко другое, это уже такая самодеятельная эстрада. И фестивали эти стали, и труба пониже, и дым пожиже. И как-то поменялось что-то в России, понимаешь? Есть какая-то невостребованность этого. Раньше была востребованность. Раньше там, я уже не говорю о Высоцком, который был вообще, да, и остается. Я говорю о Бакуджаве, я говорю, не говорю о Галище, хотя из авторской песни сегодня полностью исчезла протестная составляющая. А что у нас, нет проблем в России, да? У нас вот, так сказать... Ну, а вот, понимаешь, и поэтому это все измельчало, к сожалению, сегодня. Ну, вот Шевчук в какой-то степени не считает. Вчук, Шевчук, протестную составляющую. Ну, про Шевчук, конечно. Я очень люблю Юрия Шевчука, у меня даже есть такой с Шевчуком посвященный. Я вообще человек далекий от тяжелого рока. Сейчас я, может, даже вспомню. Я не вижу от попцы прока, что горланит молодняк с дуру. Я из тысячи певцов рока, но от тысячи певцов рока отличаю Шевчука Юру. Он щетиной оброс жесткой. Кто бы вздумал по щеке гладить? Мало славе от него. Сейчас. Проку. Всем пожертвует, друзей ради. Там, где авторы иной масти слух начальственной струной ластят. Говорит он поперек власти. И поет он поперек власти. И в столице, и в лесной глуби. Сейчас. Не испытывает он дрожи. И народ его зато любит. Да и я его люблю. Тоже. Если небо за окном, если вьюга замела, веси. Если небо за окном, хмуро. Я из тысячи других песен выбираю Шевчука Юру. Вот так вот. Замечательно. Интересно. Вот смотрят люди, так сказать, вот того его поколения. Вот мне рассказывал Валентина Ильича Гафт, очень интересно. Говорит, сижу ночью один, что-то, ну как-то это, не сейчас, а вот какое-то время назад было. Что-то, говорит, настроение такое. Слышу Шевчук, но он с ним тогда не был знаком еще. И говорит, вот я о нем начинаю думать, что это за человек. Да-да-да, очень интересно. Как он ест, что он спит. Это личность. Понимаешь, да. И он начинает, Гафт начинает думать, значит, вот про Рокера Шевчука, понимаешь, в ночи один, так сказать. Можно фильм такой снять даже, так сказать. Сюжет любопытный, да. Конечно, конечно. И вдруг мне волнует этот человек. Я помню, когда Гафт сюда ехал, а здесь была такая, знаешь, я делал иногда такие благотворительные вечера, и в одном вечере был Гафт и Шевчук у меня. Представляешь, вот пришел. Интересно. Да, это было в 90-е годы. Такое, они не понимали, особенно Шевчук не хотел. А потом получилось хорошо. И вот он говорит, я еду, волнуюсь, как на свидание. Гафт мне рассказывал. Понимаешь, он приезжал, как на свидание Шевчуков. Я хочу сказать, каждый раз 9 мая в доме Акуджавы, в Переделке, я там часто был ведущим этого вечера. День Победы, День Рождения Акуджавы. И там всегда бывает Юрий Шевчук, и мы-то в последний раз, или мы с ним пели не Шевчука и не меня. Мы с ним пели замечательную песню, кстати, слова Льва Ашанина, Эх, дороги пыли до туман военного времени. Да, конечно. И все были в полном счастье. Да, да, да. Так что... Великие песни, да. Великие, конечно. Они остаются. Они остаются, и все это лучше. Кстати, у того же Юры есть целый альбом песен, значит, военных, он там записал, там Акуджава, и вот эта песня, наверное. Саша, еще не есть. Саша, а у тебя, кстати, вот вышел недавно диск, тоже как-то, знаешь, так проскочил, наверное, но надо о нем обязательно сказать, потому что для меня... А диск как? У меня вышел диск стихов. Стихов, да. Я бы смотрел там восемь часов, и сколько ты записал? Семь часов звучания. Это объем колоссальный. Записал почти все свои стихи на диск. Ну, своим голосом, естественно. Ну, естественно, это не песня, они так особо не расходятся. Ну, это замечательно, потому что... Ну, все равно интересно, чтобы это осталось. Весь объем, да, и можно... Наталья настояла. Ты знаешь, я вот недавно, недавно тоже так иногда в ВКонтакте выставляю, там, значит, вдруг дочь Межерова ко мне, значит, обратилась до Зоя, и смотрю, она даже, вот, так сказать, и оказалось, что и Межерова есть записей довольно много. Много, да. Вот. Но как-то вот, понимаешь, вот хотелось бы, конечно... Кстати, самые лучшие стихи о войне... Я очень любил Самойлова и Слуцкого, и до сих пор... Да, конечно. Но лучшие стихи о войне и о Ленинграде, и о блокаде написал, конечно, Александр Межеров. Это... Ну, под Колпинос... Не-не-не, это песня. Это нет, другое. Как песня? Ну, это сначала стихи были? «Покидаю Невскую Дубровку», «Кое-как плетусь по рубежу» про Охту. Это вот гениальные стихи, которые называют «Календарь про блокаду». Совершенно потрясающе. Кстати, у меня сейчас, мне в руки попал дневник, который соизберен дневником Тани Саевича по трагизму. Это Николай Ремидовский, ленинградец, мальчик, умерший накануне весны, первой блокадной зимы. Я вот вышел, он помер. Вот. И совершенно трагический дневник. Причем, что меня в нем потрясло больше всего, что его пугают не помбежки, не голод, не артострел. Его приводят в ужас, как ожесточили сердца людей, как драки в очередях, как грубость, как, так сказать, попирание слабых. То есть, те люди, которые еще вчера были, нас учили в школе и дома, добру там и всему, и все в раз поменялось. И вот это ужасно. Но, Саша, ты был всему этому свидетелем. Есть песни, стихи, и в фильме это есть целая глава, посвященная вот этим событиям. Вот это человек. Давай, у нас немножечко так уже завершается наша проблема. Давай какие-то стихи почитай, что может быть известные, а может быть и не совсем известные. Вот что тебе вспомнится сейчас? Ну, раз Царское село, давайте вспомним про святую образ Пушкина и про замечательную историю о том, как Державин якобы передал Пушкину лиру, что подлежит большому сомнению. Называется Державинская лира, чьи имена запишут на скрижале глаголом, прожигавшие сердца. Волосовил ли Пушкина Державин, мы так и не узнали. До конца известно, что, приехав на экзамен, измученный дорогой старик, слезящимися, поморгав глазами, спросил швейцара, где у вас нужник? И, не входя в торжественную залу, у печки на кушетке отдыхал. А лициста юного, пожалуй, в тот вечер не слыхом, не слыхал, потому же легенды накатили. Воображение юношеский пыл и сцена, что так ярко на картине художник Репин нам изобразил. Оставим же ненужные игрушки над золотыми россыпями слов. Нуждались и благословений Пушкин, и Лермонтов, и Анинский, и Блок. Любой из них единственностью славен. Любого опознаешь без труда. Благословили Пушкина Державин, мы так и не узнаем никогда. Но ясно, окружающему миру, витающему в солнечном дыму, поэт свою единственную лиру передавать не может никому. — Замечательно. — Спасибо. — Это замечательно, Саша. Стихи, значит, такие, мне кажется, антологические. Надо вот Пушкина, стихи, значит, как он писал, да, читал, вернее, в 16-м году Державину как бы. Я вместе бы соединял вот с этими стихами. Понимаешь, было бы такое любопытное, такое даже можно видеоряд такой выстроить. — Саша, ну что, я тебя просто еще раз поздравляю с выводом этих двух книг замечательных. Еще раз хочу, все-таки вот этот фильм, он существует уже в пространстве, существует на разные фестивали. — Существует во времени, в пространстве. — Ты его будешь посылать, я знаю, и в поисках Идиша, — Я буду рад посылать, главным образом, потому что не в поисках Идиша, а вот этот фильм «Атланты держат небо». — Я тебе, знаешь, что могу предложить? Давай покажем его на телеканале «Царское село» целиком. — Ради бога, сейчас вот мы церковь с авторами. — В «Царском селе» такая будет. — Тем более, что там есть целая серия «Давай вернемся в «Царское село», конечно». — Может быть, даже вот, знаешь, это такой фильм, 30 серий, это для фестиваля там любят локальные, а это, мне кажется, такая эпопея сродни Льву Толстому «Война и мир», понимаешь? Это такая эпопея, нет, но весь 20-й век, по сути дела, и 21-й, ты согласен. Поэтому о тебе и об этом, мне кажется, это уникальный фильм, и надо его искать, смотреть, и, значит, где-то его видеть. Спасибо, у нас сегодня был в гостях Александр Городницкий, до новых встреч в эфире, до свидания, всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok